Двойные шаги эти... Херобринские. Хочу вам в этот раз максимально кратко изложить суть происходящего. Этот выпуск я записал ещё неделю назад, и вот выпал шанс наконец-то его вам показать. На одном из сидов некоторые игроки обнаружили структуру крепость, возле которой происходят мистические вещи. Внутри самой структуры бродит неизвестная сущность, которую прозвали Стивеном, в честь игрока первооткрывателя. Нет вообще никаких данных, откуда и как оно там появилось. Но тот факт, что Стивен ходит в цитадели, открывает двери, издаёт жуткие звуки и старается вступить в контакт с игроком, сегодня я постараюсь подтвердить. Не забывайте оставлять свои лайкосики, без них про мистику в Майнкрафте вряд ли кто-то бы узнал. Редко, естественно, мои выпуски мистики связаны с главной кульминацией основного Майнкрафт сюжета, а именно эпическим сражением с Драконом Края. Но сегодня я планирую добраться до того места, откуда в Эндер Мир можно попасть без регистрации. Но в любом случае, моя основная задача проверить, действительно ли там обитает Стивен и происходит ли какая-либо мистика. В прошлый раз, когда я обычно проверял мистику, очень часто случалось то, что мой бонусный сундучок куда-то пропадал. Ну а в этот раз мне, наверное, даже повезло, что он появился... Ой, здесь мне не пришлось далеко бродить и пытаться его найти. Так как время у меня слишком сильно ограничено, да и дроп в сундучке какой-то не особо такой топовый. Но в любом случае, стоит радоваться хотя бы какому-либо дропу. Я вроде бы всё забрал, ничего не забыл. Что меня радует на этом сиде, это то, что всё-таки здесь вот уже и можно собрать камень. И было бы идеально, если бы да. Ещё и Игорёчек здесь неподалёку находился. Плюс ко всему я вижу очень много еды. Так что с голоду не помру, и это уже хорошо. Хрюшечки... Ладно, этих хрюшечек семейных я трогать не буду. А вы, к сожалению, отправляетесь в путешествие в моих карманах майнкрафтовских. Добираться до нужной для себя структуры я буду с помощью координат, которые мне заранее сообщили, скинули скриншоты. И сказали, что в принципе я сам пойму, когда дойду до этого места, что именно там мне нужно будет копать вниз. Либо же, возможно, крепость вообще будет находиться снаружи. Я пока что стопроцентно не знаю, что там именно будет происходить. В любом случае, надеюсь на то, что это действительно правда, и там не будет какой-то подляночки. О, кстати, интересно, разрушенный портал. Как бы я хотел его залутать, но времени сейчас вообще нет отвлекаться. Хочу как можно быстрее добраться до нужного места. Там должен находиться тёмный лес. Сейчас все мы понимаем, что крепости, цитадельки не одни. Можно натолкнуться на совершенно другую. Так что... О, интересно, чанг сломался. Меня ждут увлекательный час поисков. Ну, а возможно, где-то полчаса. Я вообще без понятия. Единственное то, что я знаю, что за одни игровые сутки у меня стопроцентно не получится туда добраться. Как бы я не хотел, но придётся довольно далеко идти. И плюс ко всему, ночевать, скорее всего, у меня вообще не будет времени. Чё от меня этот координатор-путеводитель привёл к деревне? Ну, тёмный лес это, конечно, хорошо. По идее, где-то здесь неподалёку должна находиться сама крепость. Я бы забрёл в эту деревушку, однако она мне вообще не нужна. Так что, наверное, всё-таки пойду я дальше. Ну, вот примерно, вроде бы, где-то это место должно находиться вот на самой окраине леса. Так что, в теории, возможно, я уже смогу всё-таки это местечко заметить. Чё-то... А, то есть мне не показалось. Во, интересно. Да вообще просто замечательно. Знаете, там игроки с помощью глазиков пытаются найти саму крепость, а я вот так вот с помощью мистики смог её разыскать. Ну, и, в принципе, с помощью того, что мне сообщили примерные координаты этой местности, где она сама и должна находиться. Ну, и теперь, по итогу, мне нужно всё-таки вычислить, действительно ли здесь происходит чё-то странное. То есть, никого призывать не нужно. В принципе, какое-то особое место искать тоже. Всё, что остаётся, это буквально тут, не знаю, минут 10, наверное, провести. В самой... В самом Stronghold, в цитадели. И постараться выяснить, что здесь... А вы видели вообще, чё здесь спрятано? Это... Это как? Это я сейчас спокойно нашёл железный меч, два алмаза. Просто за секунду буквально, зайдя сюда. Мне это место, ребята, уже очень нравится, серьёзно. Просто великолепное, шикарное. Но в любом случае, стоит обращать внимание на какие-то странности. Допустим, если я услышу шаги, либо какие-то подозрительные звуки. Возможно, чё-то будет ломаться, что-то появится странное. В общем, обращать внимание нужно в буквальном смысле на совершенно любую странность, которая здесь будет себя как-то... Ой. Как-то проявлять. Гроза началась. Какая-то... Ну, в принципе, пока что... Да не, она сильная. Она необыкновенная. Знаете, когда... Когда я был ещё маленьким, относительно маленьким, то в тот момент, в момент грозы в Майнкрафте, именно когда я спускался в какую-то пещеру, либо же, допустим, просто куда-то под землю, мне иногда так крипово становилось от неё, что в буквальном смысле я... Я начинал шизиться и оборачивался по всем сторонам. Мне казалось, что меня так... Это вписывать в мистические странности или нет? Я не понимаю. Главное, стараться всё-таки не выходить за стены самой цитадели. Ну и в любом случае, я уверен, что здесь где-то может быть спуск ещё глубже, но туда я не хочу. Тут есть продолжение? Нет. Продолжение, к сожалению, не завезли. Я уже чуть-чуть заблудился. Но это, в принципе, обыкновенное для меня состояние. Вот знаете, когда я на поверхности, я очень хорошо запоминаю местность. Но стоит мне спуститься под землю, в условно какую-то пещеру, то для меня это настоящая пытка, потому что откуда я пришёл, я уже через пару минут вообще не могу вспомнить. Это не мои шаги сейчас были. Где-то с этой стороны. Как будто бы за дверью кто-то сейчас ходил. Странно, но я бы точно заметил, если бы тут что-что-то или кто-то бродило. Вот это уже максимально подозрительно. И с этого момента стало очень тихо. Главное, не провалиться никуда. Поднимусь сюда вверх. Но этот фонтан я помню. Только вот вспомнить бы ещё вот эти сундуки. Я, кстати, не лутал. Немало тут, конечно же, железа. Яблочко. Какого херабрина? Это что-то по типу, зайди сюда? Кстати, портал. Но мне нечем его активировать, поэтому, к сожалению, бесполезен он для меня. А, кстати, вроде бы это самое начало, откуда я и пришёл. Здесь же ж я взял. Да, тут я залутался. Чё там? Казалось? Ой, я себя в двери закрыл. Тут тоже ничего. Ой, как тихо. Очень тихо. Кто дверь открывает? Где, где? Я не понимаю. Внизу, что ли, или? О! Да чё мать его творится со звуками? Я сейчас в диком напряжении пытаюсь что-то слушаться, как будто кто-то вокруг меня постоянно бродит и открывает двери. Сейчас сундук почему-то открылся сам по себе. Но тут никого нет. Вообще никого. И вечно двойные шаги эти херобринские. Мне не показалось? Мне не показалось. Мне не показалось. Оно тут стояло сейчас. Тут сейчас чё-то появилось. Буквально на секунду. Я аж так вскрикну. Ой. Что это за бурление? Где-то с этой... С этой стороны? Что это вообще за звук? Как... Как будто кто-то копошится в слизи. Я не знаю, как точно правильно его описать. В общем, чувствую Стивен... Стивен-то действительно... Возможно... Тут есть. Погодите. А чё ещё я заметил? Либо-либо-либо-либо. Либо я сейчас смогу подтвердить эту догадку свою. Но... Я точно не помню. Вроде бы, когда я заходил в крепость, здесь были факела. Но сейчас я вообще их не наблюдаю. Слушайте, ну... Тут не было настолько темно. И я причём только сейчас... Как-то присмотрелся к тому, что... Подозрительно темно стало. Ну, вроде бы ж не было настолько темно. Чё там светится? Лава? С лавой это ты? Нет, это не слава. А чё тут светится? Внизу тут... О, внизу какой-то проход есть. Здесь ещё какие-то комнатки. Но я чувствую, что... Только... Пять процентов... Ну, не пять процентов. Где-то процентов тридцать... Всей крепости исследовал. Она-то намного больше должна быть. Но здесь я уже бродил. Возможно. Не могу утверждать прям... Конкретно. Но чё-то такое я... А-а-а! Вот она! Вот это уже точно мистика. Дом использовать как? Дом использовать как? Что? Куда она исчезла? Не-не-не. Майнкрафт. Не нужно сейчас... А-а-а! Да почему меня так дёргает постоянно от каждого звука? Кто-то землю роет. И я слышу звук души. Где-то сверху. Мне чё там могилы уже выкапывают? Рановато. Я только пробыл тут буквально минут десять. А всякие странности нехорошие прям с лёту начали происходить. Ну я видел. Я видел точно Стивена. Он тут есть. Ролик можно назвать. Берг просто теряется в подземелье. В этом данже. Дэнджи он. И не может отсюда никак выйти. Наверное, всё-таки стоило за собой, знаете, там ломать железные двери. А деревянные оставлять открытыми. Чтобы я, по крайней мере, понимал, откуда я пришёл. Опять был какой-то шажочек или нет? Лесенка. Здравствуйте. Специально подъёмчик такой наверх сгенерировал Майнкрафт. Там не было библиотеки. Её не было. Я только что ушёл в сторону пещеры. Ну вот этого библиотейшн в Экинейшн я не заметил. Тут табличка. Это уже нехорошо. Чё в сундуке? Книжка. Заберу её. Хотя она бесполезная. Ничего тут не переименовано. Кто открыл дверь? Тут кто-то ходит. Ребё... У меня сейчас яички скукожились. Я не уверен, что кто это был. Потому что я увидел его только со спины. Но скин очень похож на тот, который мне показывали в скриншотах. И оно просто исчезло. Я надеюсь, не выпрыгнет сейчас из какого... Ой, это мой шажочек из какого-то угла. Всё-таки... Пожалуй, выйду отсюда. Я не видел там саму библиотеку. Стопроцентно меня куда-то выше тэпнуло. Как хочется, если честно, сейчас туда наружу. Откуда я и вернулся. Но пока ещё рановато. Если будет прям... Папайшен полнейший, то можно будет и... Get Down отсюда. Выйти наверх и... И забыть про... Про это страшное, жуткое место. Ну, страшное, жуткое, но из-за того, что здесь Стивен бродит. Опять гроза. Я хочу снова вернуться назад. Так как я недоисследовал до конца всё это дело. Где спуск? Это он, наверное. Да. Вот тут ещё какой-то подъём, видимо, или нет. Ой. Это нехорошо. Это нехорошо. Отстаньте. Это нехорошо. Отстаньте. Всё? Больше нет? Тут есть какие-то ещё интересные проходы? Либо там просто обыкновенная пещера, да? Не к добру всё это. Не к добру ещё то, что гроза постоянная. Знаете, как с какими-то промежутками начинает шарахать? У меня же ноги в реальной жизни начинают болеть. От всего этого. Снова портал. Может, он тут активированный уже? Нет? Всё то же самое, как и вообще просто в обыкновенной генерации Майнкрафта. Ничего тут изменного не вижу. Кроме того, что меня преследует жуткий чудик. Где я кнопка? Не увидел. Где топор? Ой, господи, где... Ну, хоть меч остался. А почему у меня сейчас исчезли инструменты все? Я ломать хоть могу? Да, ломать могу. Ну, допустим, может, Стивену не нравится, что я сломал там... Немножечко его... Его домика. Так как, по сути, это существо тут обитает, и поэтому... Оно может считать это своим домом. Но это не его дом. Нет. Это всё общее. Я чувствую, что... Я не знаю, как назвать того человека, который это сделал, вот это построил. Вот представьте. Идёте вы по улице и видите вот такие двери, которые висят в воздухе и открывают буквально в смысле ничего. Пройти можешь только вот так. Всё. По-другому... Да что за гроза? Может, я всё-таки пройдусь по обыкновенной пещере и проверю, что произойдёт? Главное не заблудиться, никуда не упасть. Совершенно случайно. Тут ущельница. Нет, там прохода никакого я не замечаю, так что вернусь всё-таки назад. В родные края. Стром. Что за звук был сейчас? Что за звук? Так, это... Это очень... Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень-очень-очень плохо. Куда спрятаться? У меня сейчас так мурашки по коже полетели по всей моей коже. Я буду ходить только на шифте, чтобы услышать каждый звук. Если ко мне будет кто-то или нечто приближаться, я об этом точно узнаю. Точно услышу. Вот тут какая-то комната. Ой! Понял! Понял! Откройте двери! Откройте! Я пошёл! Не идёт за мной. Хорошо. Дверь никто не открывает. Я буду наблюдать от... Ой, как мне показалось, дверь открылась. Шагов не слышу. Хорошо. Ой! Может, не надо? Может, он всё-таки мирный? Как вы думаете? Стоит мне уходить или нет? Не уходи. Ладно, допустим. Я не буду уходить. Это... Не надо. Не подходи ко мне. Не подходи. Не подходи. А-а-а-а! Подходи! Господи! Да как это понять вообще всё? Что? Почему оно ведёт себя как-то... Как-то странно, непонятно. Это вообще моб, либо это... Это не может быть ни игрок, ничто. Это одиночный, мать его, мир. Если это моб, то почему он... Как будто максимально эта сущность проработана, и я не понимаю его мотивы. Это просто полней... Полнейшие лаги. Я опять вернулся к этой табличке. И мне с... Почему... Лагает. Почему всё... Так... Лагает. Я вот говорил, что... Чё-то не то с этим портал... Шикарно. Я ещё и ломать ничего не могу. И что всё... Что всё это, мать его, значит? Выпустите меня из этой клетки. Куда ещё лава пропала вся? Что за шаги? Вообще, шаги как... По какому-то болоту. И они явно сюда приближаются. Чувствую... Это, видимо, моя клетка, в которой... Ой. Не, ну вы когда-нибудь вообще такое видели? Вы чувствуете, что это отчёт к чему-то плохому? И, видимо, к тому, что портал сейчас активируется. Надеюсь, оттуда не вылезет Стивен. Я отойду. Господи, я... Я чуть-чуть испугался. И что мне... Туда прыгать? Или что... Как вы думаете, что мне в такой ситуации сейчас сделать? Я могу поесть? Нормально, во. Потому что... Стивен? Здравствуйте. Я не понимаю просто, ребят, чё... Что вообще мне делать? Я не... Не поставить... Ты... Ты не будешь жить. Я хочу... Ты... Ты... Продолжение следует...